Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, сегодня я хотела бы поговорить о современных технологиях МРТ в диагностике и мониторинге лечения рака молочной железы. Впервые МРТ молочных желез было предложено еще в 1970 году для более раннего выявления рака молочной железы. И спустя многие десятилетия количество выполненных процедур неуклонно растет и показаний для них. Так какие же показания основные для данной методики? Во-первых, магнитно-резонансная томография более четко определяет протяженность опухолевого изменения, особенно что касается внутрепротокового компонента. Во-вторых, магнитно-резонансная томография определяет количество очагов, что важно для предоперационного планирования. То есть это или одно образование, или это мультифокальное очаг, мультицентричное поражение, или билатеральное. Также очень важный вопрос – это дифференциальная диагностика рецидива и постоперационных изменений. А также оценка состояния имплантов, оценка эффективности неодевантной химиотерапии и как вариант скрининга у пациенток с высоким риском развития рака молочной железы. На сегодняшний момент мы пользуемся системой Bayratz, которая характеризует выявленный очаг как на УЗИ, на маммографии, так и на магнитно-резонансной томографии. На сегодняшний день при оценке очага при постановке категории Bayratz-4 нет необходимости уже подразделять его на подкатегории А, Б, Ц. Достаточно просто, порядка 4. Для выполнения самого исследования нам необходима машина мощностью не менее 1,5 Тесла, а также 3 Тесла и более. Специальные катушки для этого – это поверхностная диагностическая катушка и катушка для биопсии. Необходимо правильно подготовить и позиционировать пациента. То есть сначала мы должны определить противопоказания и показания для данного исследования. Каждый пациент в нашем институте получает специальную анкету, в которой он обозначает свои параметры, рост, вес, какой-то анамнез, были ли оперативные вмешательства, была ли лучевая терапия, есть ли какие-то металлические конструкции в организме. Таким образом, это помогает нам и дифференцировать, подходит пациентное исследование или нет. Также достаточно редко, но бывают такие ситуации, когда к нам на исследование молочной железы приходят пациентки с установленным экспандером. И их существует достаточно большое количество, и именно поэтому данный сайт MRI Safety помогает нам сориентироваться, можем взять данную пациентку или нет. Вторым этапом является, достаточно важным этапом является то, что мы должны поймать пациентку в правильную фазу цикла. То есть это желательно первая фаза менструального цикла с 7 по 14 день. Если вам в анамнезе у пациентки была лучевая терапия, то желательно брать ее не раньше, чем за 12 месяцев после последнего курса лучевой терапии. Важно правильно положить пациента. Укладка производится на животе, в специальную катушку с использованием различных средств позиционирования. Происходит подключение внутривенной системы, и важным этапом исследования является общение с пациенткой. Необходимо достаточно подробно рассказать пациентке о том, как будет проходить исследование, в чем оно заключается, что нужно стараться не двигаться, что какая методика, что могут быть какие-то субъективные ощущения время внутривенного контрастирования. Поскольку сколько раз было ситуации, когда пациенткам кажется, что происходит что-то не то, они нажимают на грушу, соответственно, динамическое контрастирование у нас не удается. И желательно во время самого исследования с пациенткой не разговаривать, поскольку она отвлекается. Опять-таки это способствует каким-то двигательным артефактам. То есть мы стремимся к тому, чтобы получить хорошую картинку для правильной интерпретации изображения. На этом слайде представлены основные рекомендации Европейского общества по визуализации. То есть это мощность магнитного поля, это толщина среза, это основные последовательности, то есть Т1, Т2 последовательности. Также последним пунктом указано то, что использование перфузионных изображений диффузии, спектроскопии не должно заменить динамическое контрастирование и нативные изображения. А так выглядит наш протокол. В первую очередь мы используем Т1-взвешенное изображение в аксиальной плоскости для оценки анатомии железа, каких-то структур, например, метки после биопсии мы также хорошо видим. Это Т2-взвешенное изображение в аксиальной плоскости, также без жироподавления и с жироподавлением для оценки кистозных структур, фиброденом и так далее. Также мы используем сагитальные изображения с жироподавлением и корональные плоскости. На корональных плоскости без жироподавления мы достаточно хорошо видим лимфатические узлы, аксиалярные области, надподключичные области и парастернальные лимфоузлы. Также в отдельных ситуациях мы видим достаточно отчётливо. Кроме того, мы используем дополнительные методики. Это диффузионно-взвешенное изображение и проекция максимальных интенсивностей. Что касается диффузионно-взвешенного изображения, то все знают, что это как двухэтапное исследование, то есть происходит качественная оценка, когда мы видим интенсивный сигнал на диффузионно-взвешенном изображении. Узла качественного образования будет повышена. И количественная, то есть определяем измеряемый коэффициент диффузии на реконструированной карте КД. То есть повышение сигнала на диффузии и понижение сигнала на карте мы можем говорить об ограничении диффузии. Существует достаточно большое количество публикаций о том, сколько должно быть B-факторов, какие они должны быть. Но двух B-факторов вполне достаточно для того, чтобы построить, для построения карты. В наших протоколах мы используем B-фактор 50 и 1200. Также диффузионно-взвешенное изображение – это хорошая методика, которая отражает эффективность неодевантной химиотерапии. Поскольку при эффективном лечении в опухоли уменьшается количество клеток за счёт механизмов некроза и апоптоза, происходит расширение межклеточного пространства и повышается коэффициент диффузии. То есть повышение коэффициента диффузии является достаточно эффективным показателем эффективности лечения. То есть может размер опухоли быть прежним, но если есть изменения при диффузии, то мы говорим, что опухоль реагирует на лечение. И использование данной методики позволяет достигнуть стопроцентной чувствительности и специфичности достаточно высокой при оценке лечения. Также в нашем протоколе мы используем динамическое контрастирование с субтракционными изображениями карты притока, карты оттока. Так мы оцениваем кинетическую кривую. Все знают, что существует их три типа. Первый, второй и третий тип. Первый тип характерен для доброкачественных образований, когда происходит постепенное линейное накопление контрастного препарата. Без быстрого вымывания. Образование второго типа. Быстрое накопление контрастного препарата в первые две минуты исследования с дальнейшим выходом в кривую фазу плата. Характерно как для доброкачественных, так и для злокачественных образований. И третий тип. Быстрое накопление контрастного препарата с последующим его быстрым вымыванием. Кроме того, некоторые в своих протоколах используют такую методику, относительно недавно разработанную, достаточно спорную магнино-резонансную спектроскопию, которая отражает метаболизм в тканях. То есть мы говорим, она отражает какие-то биохимические процессы. И в злокачественных образованиях мы знаем, что пик холина аномально высок, и это помогает нам как один из помощников в диагностике. Но также магнино-резонансная спектроскопия занимает определенное место в оценке эффективности лечения неодевантной химиотерапии. То есть если опухоль отвечает на лечение, изменяется не только ее размеры или, допустим, коэффициент диффузии, но также снижается пик холина, как мы видим это здесь. Таким образом, мы подходим к понятию мультипараметрической МРТ, когда у нас происходит оценка новообразования в железе не только морфологически, но также с помощью динамического контрастирования. Оценка неоангиогенеза с помощью контрастирования, оценка структурных изменений с помощью диффузионов, взвешенных изображений. Ну и также отдельно стоит спектроскопия, которая недостаточно еще внедрилась, но на подходе. Мультипараметрическая МРТ повышает показатели чувствительности до 100% специфичности и также диагностической точности. И существует достаточно большое количество работ, где положительное прогностическое значение при мультипараметрической МРТ намного больше, чем при использовании МРТ только с динамическим контрастированием. Что также снижает количество неоправданной биопсии молочной железы. Для того, чтобы провести мультипараметрическое МРТ, не нужно машину мощностью 7 Тесла или 3 Тесла, достаточно полутора Тесла. Изображения получаются достаточно понятные и для интерпретации. Какие перспективы в МРТ? Сейчас в основном разрабатываются диффузионно-звешенные изображения. Они набираются в оборот, поскольку методика не требует применения контрастного препарата. Это диффузионно-звешенные изображения с использованием высоких B-факторов, изображения, которые отражают перфузию ткани без введения контрастного препарата. Это диффузионно-звешенные изображения, которые отражают направление диффузии, то есть как 3D изображение. Это, конечно, PET-МРТ, натрий-МРТ, ML-эластография. Еще много-много различных методик, которые достаточно сложны на данный момент для понимания, но активно разрабатываются и внедряются. Кроме визуализации новообразований в самой железе, мы также оцениваем лимфатические узлы. Магнитно-резонансная томография зачастую не дает какой-то дополнительной информации, чем ультразвуковое исследование, поскольку на УЗИ достаточно хорошо можно оценить структуру лимфатического узла. Хотелось бы привести несколько клинических примеров. Первое, конечно, у таких пациенток, где есть большое образование, где метастатическое поражение акселярных лимфатических узлов, мультипараметрическое МРТ, конечно же, не требуется. Здесь мы видим образование с нечеткими неровными контурами, с нафильтрацией окружающей клетчатки, кожи. Третий тип кинетической кривой – аденокарцинома. Данная пациентка интересна тем, что у нее билатеральное поражение. Один узел в правой железе, мультицентричное поражение в левой железе. Данная пациентка еще проходит на аудимантную химиотерапию. По данным диффузионно-звешенных изображений мы также видим ограничение диффузии, то есть повышение сигнала на диффузии, понижение на ИКД-карте. И второй тип кинетической кривой – быстрое накопление и с последующим выходом кривой в фазу плата. Данная пациентка в анамнезе имела секторальную резекцию молочной железы в 1996 году справа по поводу фибраденомы. Это исследование было выполнено не у нас в институте, к нам поступило для консультации. Также мы видим накопление контрастного препарата в области соска и его втяжения. При выполнении правосторонней мастектомии здесь было выявлено два узла максимальным диаметром 12 мм с распространением опухолевого процесса вдоль протока с изъязвлением соска. У данной пациентки она наблюдается достаточно давно, у нее были жалобы на уплотнение в правом молочной железе. При выполнении ультразвукового исследования было выставлено Bayrat-3 и направлена пациентка на МРТ. Здесь мы видим накопление контрастного препарата, линейное, не имеющее вид узла. На диффузионно-звешенных изображениях мы видим повышение сигнала, однако на карте отчетливо сказать, что есть ограничение диффузии мы не можем. И при выполнении динамического контрастирования мы видим, что постепенное накопление контрастного препарата, то есть первый тип кинетической кривой. Данной пациентке была выполнена трепанбиопсия, и гистологическое исследование – это доброкачественное изменение, это локализованная фибраденоматоз. В данном слайде я хотела показать рецидив в акселярной области, достаточно большой опухолевый инфильтрат, который распространялся до сосудов, было высказано подозрение об инвазии, данная пациентка была отправлена на лучевую терапию. Это достаточно интересный случай, который показывает, что не всегда мультипалиметрическая МРТ впереди, имеет успех. Эта пациентка выполнила магнитно-резонансную томографию весной этого года. До этого она наблюдалась на УЗИ по поводу фибраденомы. На МРТ мы видим в верхнем наружном квадранте образование, оно такое дольчатая структура с достаточно четкими контурами. При динамическом контрастировании оно характеризовалось первым типом кинетической кривой, то есть постепенное накопление контрастного препарата без быстрого вымывания. На диффузии она не показала ограничения диффузии, то есть это диффузионно-звешенное изображение, какое-то неотчетливое повышение сигнала на ЭКД-карте, достаточно яркое. Мы написали БАРАЦ-3 наблюдение, однако пациентка сделала УЗИ в летом в этом году и был выявлен пятый эластотип при выполнении биопсии клетки аденокарцинома. У данной пациентки была выполнена секторальная резекция данной молочной железы, правой молочной железы, и ей беспокоили боли, жжение, выделение из соска. При выполнении магнитно-резонансной томографии мы увидели небольшой гиперваскулярный участок в области соска при построении, при динамическом контрастировании первые типы накопления. Пациентка настаивала, у нее была лучевая терапия в анамнезе, уже прошло к моменту исследования примерно два года после лучевой терапии. Пациентка сама настояла на мастектомии, и при гистологическом исследовании данный злокачественный процесс не был получен. Также хотелось бы отметить, что довольно-таки часто мы встречаем рецидив на фоне установленных имплантов, и именно здесь магнитно-резонансная томография является методикой выбора. Здесь достаточно отчетливо мы видим рецидивный узел и с метастазами в лимфатические узлы. Это интересный случай, когда по ультразвуковому исследованию был поставлен рецидив на фоне импланта, но на самом деле это был просто оставленный эспандер. Также хотелось бы несколько слов сказать о неодевантной химиотерапии и месте магнитно-резонансной томографии в оценке эффекта лечения. Неодевантной терапии подвергаются неоперабельной опухоли молочной железы, а также достаточно крупной операбельной опухоли, которая не позволяет с первого раза выполнить органосохраняющую операцию. Неодевантная химиотерапия позволяет при достижении полного патоморфологического ответа или частичного нам позволяет говорить о благоприятном прогнозе для таких пациенток. И это меняет тактику лечения, то есть с достаточно калечащей мастектомии до органосохраняющей операции. Оценку эффективности неодевантной химиотерапии мы проводим после каждого второго и третьего курса. И степень ответа – это полный ответ, частичный регресс, стабилизация либо прогрессирование. Кроме магнитно-резонансной томографии, мы также проводим маммографию, УЗИ, мамосцинтиграфию и морфологическую диагностику. Мы оцениваем гистологию, моногистохимическую классификацию. Оценка классификации степени лекарственного патоморфоза происходит согласно классификации Миллера-Пейн. Характер изменений размеров оценивается согласно шкале Рецист версии 1.1. Когда мы оцениваем саму опухоль, ее изменение, ее морфологию, мы пользуемся данной классификацией, то есть происходит ли концентрическое сжатие опухоли, либо происходит ее уменьшение концентрической размера с наличием каких-то дополнительных мелких очагов, либо происходит полностью рассеивание опухолевого узла. Вот так выглядит алгоритм обследования наших пациентов в институте, то есть пациентка поступает для неводиантной химиотерапии, проходит клинический осмотр, маммография, УЗИ с сонной эластографией, МРТ молочных желез. Далее второй производится курс химиотерапии, после двух-трех циклов опять такой же алгоритм, далее еще два цикла и непосредственно передоперационное обследование. Затем уже выполняется хирургическое лечение, и далее мы сопоставляем всю полученную информацию. По нашим данным магнитно-резонансная томография в мониторинге ответа опухоли на лечение дает достаточно хорошие результаты, то есть это чувствительность 88%, специфичность 87%, и точность методики также достаточно высока. Несколько клинических примеров оценки эффективности лечения. Как я уже сказала, это один из вариантов – частичный регресс. Здесь у пациентки в правом молочном железе было достаточно большое образование, которое характеризовалось третьим типом кинетической кривой – быстрое накопление с последующим вымыванием. В течение химиотерапии происходит сначала фрагментация, затем дальнейший регресс опухоли, то есть частичный регресс. Так же было и после операции. Вариант ответа – также стабилизация процесса, когда размеры образования по истечении химиотерапии оставались стабильными. Также не было никаких изменений в кинетической кривой. К сожалению, были такие пациентки, у которых мы отмечали прогрессирование процесса, то есть после двух циклов химиотерапии данные частичного регресса, а затем непосредственно перед операцией на МРТ мы ставили прогрессирование. Пациентки с полным регрессом, то есть у этой пациентки мы видим в правом молочном железе достаточно большое образование, третий тип кинетической кривой. Перед операцией в проекции ранее выявляемого узла, никаких узловых образований. Первый тип кинетической кривой – полный ответ при гистологическом исследовании. Таким образом, мы можем сказать, что МРТ обладает достаточно высокой диагностической точностью в предсказании полного патоморфологического ответа. Достигаются достаточно хорошие показатели чувствительности, специфичности, но, к сожалению, не всегда полный радиологический ответ равняется полному патоморфологическому ответу. Для этого у нас также есть несколько клинических примеров. У данной пациентки было достаточно крупное образование в левой молочной железе, в которых характеризовалась третьим типом кинетической кривой. На предоперационном МРТ в проекции выявляемого узла мы не видели каких-то подозрительных образований. Первый тип кинетической кривой, однако после операции это оказалось третьей степень лекарственного патоморфоза. И еще один пример, когда пациентка выполнила всего лишь два исследования в середине химиотерапии и непосредственно перед операцией. В проекции выявляемого узла мы видим гиперваскулярный участок, который характеризовался первым типом кинетической кривой. Мы трактовали как частичный регресс, но на операцию это был полный ответ. Таким образом, что касается магнитно-резонансной томографии, как методики оценки остаточной опухолевой ткани, это хорошая методика, однако существует такое понятие, как недооценка и переоценка. Почему же это происходит? Во-первых, потому что в результате химиотерапии, как я уже сказала, происходит фрагментация опухоли. Во-вторых, достаточно сложно четко оценить границы опухоли, если это диффузная форма, то есть опухоль, который не имеет вид узла. Также это связано с какими-то режимами химиотерапии, поскольку некоторые из препаратов обладают антиваскулярным эффектом, которые снижают захваты контрастного вещества. Это ведет к положительному краю резекции и повторному хирургическому вмешательству. Происходит также переоценка размеров остаточной опухолевой ткани. За счет чего это происходит? Реактивная воспалительная реакция, которая вызвана ответом опухоли на проводимое лечение. Это окружающий склероз. Это наличие дополнительных рассеянных очагов и наличие протокового карцинома. В заключение я бы хотела сказать о том, что магнитно-резонансная томография молочной железы, она ответит на вопрос, если его грамотно поставить. То есть нужно четко определить показания для выполнения данного исследования. То есть я повторюсь, это протяженность опухолевых изменений, это оценка распространения, это один очаг, мультифокальный, мультицентричный, билатеральный, это диагностика рецидива или постоперационного изменения, это оценка состояния импланта, оценка эффективности нейодивантной химиотерапии, скрининг у пациента с высоким риском. Во-вторых, это оптимизация протокола исследования, поскольку если будет протокол стандартный, если он будет соответствовать всем рекомендациям, то это уже является залогом успеха. Четкое выполнение самой методики, это разговор с пациенткой, это объяснение ей, как будет проходить процедура. Это также стремление к мультипараметрическому МРТ внедрению новых методик, то есть диффузионно-звешенное изображение, спектроскопия и, возможно, внедрение каких-то методик МРТ, например, диффузионно-звешенных изображений в качестве скрининга, поскольку в последнее время появляются работы, где диффузионный МРТ имеет большую чувствительность и специфичность при скрининге, чем, допустим, маммография. Поддаю за внимание. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Мы движемся, вы вернулись в русло нашего регламента. Есть время для обсуждения и формулировки вопросов-ответов. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Большое спасибо за интересное информативное сообщение. У меня вопрос такого плана. Вы показывали некий алгоритм обследования пациенток при планировании и проведении неодиантной химиотерапии. Вы перечислили все методы лучевой диагностики. На каждом этапе у вас перечислены все. И маммография, и ультразвуковая диагностика, и МРТ, и так далее. Это так всегда и происходит? То есть вы всем пациенткам делаете все методы исследования? Или все-таки существует какой-то алгоритм внутри лучевой диагностики? Потому что так выглядело, как будто бы всем всегда все делается. Так выглядит алгоритм обследования в идеале. Это было исследование в рамках нашего института, в рамках институтского протокола. Мы обследовали по МРТ 63 пациентки. Каждые выполнили три исследования до процесса неодиантной химиотерапии и непосредственно перед операцией. Но, к сожалению, поскольку методика достаточно дорогая, то в большинстве случаев мы выполняем маммографию, ультразвуковое исследование, саластографию. И только в порядке случаях магнит резонанса. Нет, не все. Иногда мы выполняем. У нас все-таки школа, здесь молодые доктора и будущие доктора присутствуют. То есть вопрос в том, что понятно, что вы выполняли какое-то было научное исследование, правильно у вас проводилось? Но, а как надо-то? Понимаете, здесь вопрос такой, что вот есть, скажем так, выявили на каком-то из этапов, где-то первичное обследование пациентка, скрин проходил маммографический или как угодно, выявилось некое, скажем так, было заподозрено наличие нового образования, молочной железы. Пациентка попадает к вам сюда. И вот дальше диагностический путь, который должен быть, с одной стороны, наиболее коротким к результату, да? С другой стороны, он должен быть наиболее эффективным с точки зрения и экономики в том числе. И подразумевает, что то, о чем говорил Владимир Максимович в выступительном слове, чтобы не казалось, что всем пациентам подряд все назначается, опять же, как бы бездумно, да? То есть должны быть четкие, строгие показания. Так вот вопрос, ну, то есть в жизни, в реальной, да? Не научными исследованиями, а в реальной жизни. Есть какой-то алгоритм, наверное, да? Который вот именно, скажем так, подразумевает, что в зависимости от того, какой на первичном каком-то из этапов процесс был выявлен и какие подозрения, соответственно, путь диагностический, он все равно будет отличаться, правильно? Вот я хотел бы просто, может быть, чтобы вы уточнили, да? Скажем так, коротко. Роль или там место каждого из методов училия. Ну, их всего три, вот, основных. Маммография, ультразвуковая диагностика и МРТ. Вот в подготовке или, там, скажем, в окончательном обследовании и подготовке пациента к тому или иному виду лечения. Анат Сергеевна, можно я, Анна Сергеевна? Можно. Да. Вячеслав Александрович, действительно вопрос серьезный, и он требует отдельной школы, да? И мы проводили такую школу, она была посвящена непосредственно вопросам неодевантной оценки неодевантной химиотерапии. И меня Анна Сергеевна поправит, если я что-то неправильно скажу. И, конечно же, мы получили разные результаты по использованию разных методов лучевой диагностики. Почему мы используем все? Указаны все. Конечно же, так не проводится. Какой-то выбирается один наиболее оптимальный. На начальном этапе используются все методы лучевой диагностики и определяется наиболее информативный метод для передачи информации о опухолевом процессе. На маммограммы влияет плотность молочной железы, на ультразыковую диагностику влияет их структура и размер опухоли, эластичность ее. Конечно же, магнит-резонансная томография в большем числе случаев показывает адекватную передачу информации об опухолевом процессе. Но мы не всегда следуем именно по пути назначения наиболее информативного, но, тем не менее, достаточно дорогого метода диагностики. Если мы можем более просто решить этот вопрос, мы используем именно более простые методы для оценки лучевого патоморфоза этой опухоли. На наших данных, вот сейчас они были недавно представлены в диссертации кандидатской, по нашим данным, первичный ответ опухоли, наиболее эффективно первичную информацию, среагировала опухоль на первый этап химиотерапии или нет, дает ультразыковая диагностика с эластографией. Но заключение, и наиболее часто заключение о полном патоморфологическом регрессии опухоли, то есть тогда, когда патоморфология, скорее всего, не обнаружит опухолевых клетках в удалённой молочной железе или части молочной железы, на этот вопрос наилучшим образом отвечает магнетризнация томографии. Вот, если я не прав, Анна Сергеевна, поправьте меня. Нет, совершенно верно. Вот я попытался наиболее полно ответить. Конечно, этот вопрос сейчас действительно стоит. Какие же алгоритмы использовать, насколько они актуальны? И не только в нашем лечебном учреждении. Мы сейчас неоднократно мультидисциплинарные комиссии у нас проходят, и мы обсуждаем с маммологами, лучевыми терапевтами, на каком этапе применять какой метод. И какие вопросы мы должны ответить, на какие вопросы. И тогда мы подбираем тот алгоритм, который наиболее адекватен для решения той или иной задачи.